Библейский портал экзегет.ру представляет 59-й псалом для библейского портала экзегет считаю перевод российского библейского общества. Знаете, вот псалцирь составлена странно. В ней есть тематическое единство, то есть псалмы, которые стоят рядом, чаще всего, есть швы, но чаще всего они на одну и ту же тему, только с немножко разных сторон ее рассматривают. Или развивают, или продолжают. А иногда вдруг возникает прямо резкий конфликт двух псалмов, 58-й и 59-й, тот самый случай. 58-й, напомню, это псалом, который Давид сочинил еще юношей, когда он служил Саулу. Ну, в Паулжевне милость Саул послал там саглядатов следить за его домом, уже, наверное, замышлял убийство, и Давид такой неофит, самонадеянный немножечко мальчик, который говорит, ну, бог-то на моей стороне, это все мерзавцы, ну, ты, господи, их не убивай, просто дай им понять. А 59-й носит совсем другое надписание. Это тот же человек, но это совершенно другой характер, другой опыт, другая пора жизни. Начальнику хора напев Шушан и Дут, стихотворение Давида для заучивания. Шушан и Дут, ну, название мелодии уже такое у нас было, что-то с лилиями связанное, сложено, когда он разгромил Арам на Хараеме, Арам-Саво, а Иоав, возвращаясь, перебил в Сыряной долине 12 тысяч дометян. Предыдущий псалом, псалом такого робкого мальчика, ну, хорошо, ладно, он, допустим, там уже с Галиафом сразился, но это был единичный эпизод. А здесь псалом царя-победителя, который громит царство, который сотнями тысяч убивает этих самых врагов. И предыдущий псалом, он звучал, как такая уверенность в своей победе. И вдруг этот псалом, он совершенно непобедный. Что можно спеть, возвращаясь после победоносной войны? Ну, ура, 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 да? Вот совершенно не ура. Ты отверг нас, Божий, сокрушил. Ты в гневе, но верни нам милость свою. Ты, сотряс землю, расколол ее, исцели ее раны, ибо она дрожит. Ты заставил нас хлебнуть горе. Вином исступления напоил свой народ. Подними свое знамя для тех, кто боится тебя, чтобы к нему собрались и спаслись от стрел. Музыка. Чтобы уцелели те, кто дорог тебе. Спаси нас, десницы свои, отзовись. В своем святилище Бог сказал, «Восторжествую, раздам вам земли Шехема, отмерю на дело в долине Суккот, Галаат мой, Моносия мой, Ефрем, шлем на голове моей, Иудея-Скипетр мой, Муаф мой умывальный таз, и дому брошу сандалию мою, над Ферестией мой клич прозвучит». Кто поможет войти в укрепленный город? Кто в походный дом поведет? Ведь ты, Боже, нас отверг, с нашим войском в бой не идешь. Помоги победить врага. Нет надежды нам на людей с Божьей помощью. Мы победим. Он растопчет наших врагов. Слушайте, это не победная какая-то песня. А я скажу так. Знаете, вот есть такие фанфары, которые гремят ура, ура, ура. А есть то, что, скажем, в русской литературе называется «Проза лейтенантов». Рассказ людей, которые были на войне, которые понимают, насколько это страшно, грязно, кроваво, какие-то всегда потери, как это, ну, жутко воевать. Вот это песня ветерана. Это песня человека, который хорошо знает, что такое война. «Ты сотряс землю, расколол ее, исцелеран ее, ебарно дрожит, даже если это победа». «Ты заставил нас хлебнуть горе, вином исступления напоил свой народ». То есть вот это песня усталого ветерана, который понимает, что вообще мы не выдержим, мы не можем бесконечно воевать. Вот мы этих разбили, этих разбили. Но дальше-то кто поможет войти в укрепленный город? Кто в походный дом поведет? Вот еще и дом у нас там есть, с ним еще какие-то конфликты. «Ведь ты, Боже, нас отверг, с нашим войском в бой не идешь». Как это не идешь, когда только что победили? А вот нет этой уверенности. Вот те же книги царства описывают историю, когда в самом начале первой книги, когда израильтяне воевали с филистимлянами, «Ну и надо Бога позвать на помощь». Взяли его ковчег, пошли с этим ковчегом прямо в бой, бой проиграли, ковчег потеряли. Почему? Потому что Бог – это не вундервафф, это не оружие, которое захотел, запустил, всех разбил, победил. Это личность, которая нам не подконтрольна, так грубо, примитивно говоря. И вот Давид это здесь прекрасно понимает. У него какой-то трепет перед Богом. Он говорит, «Господи, приходится воевать, какой-то кошмар, это должно прекратиться, ну помоги нам, сделай что-то с этим». А вот в центре всего этого псалма, да, триумф, песнь триумфа, но чьего триумфа? Не царя Давида. Как знаете, римские императоры входили в город после победоносной войны, на колеснице, с золотым венком на голове, там перед ними их войско идет, позади ведут пленных царей, и всякие узнают там побежденную. Нет, здесь этот триумф исключительно Бога. В своем святилище Бог сказал, «Восторжествую я, восторжествую, говорит он, раздам вам земли Шихема». Дальше название разных географических областей. «Отмерю надели в долине Суккот, Галаат мой, Моносея мой, Ефрем, шлем на голове моей». Ефрем – это всего лишь шлем, да, то есть это часть вооружения. Иудея – скипетр мой. Скипетр, то есть жезл, символизирующий власть, потому что Давид, его династия из колена Иудина, из Иудеи. «Муаф мой умывальный таз, и дома брошу сандалию мою». А это вот окрестные народы уже, Муаф и дом самые близкие, но с которыми тоже периодически приходится воевать. И царь здесь на самом деле Господь, да. Умывальный таз, но что-то такое полезное. Не было же водопровода, значит, по утрам царю подносят какой-то красивый таз полной воды, он им умывается, да, в нем умывается. И дома брошу сандалию. Есть, во-первых, такой обычай, был обычай, обувь бросать на землю, как знак того, что ты вступаешь во владение этой землей. Ну, такой символический жест. Понятно, что вот я бросил обувь, это мое, это мой участок. И вот он бросает эту обувь и дома. На Тфилистее мой клич прозвучит, не сказано, что мы ее завоюем, я вам ее отдам, в отличие от предыдущих территорий, но по крайней мере там прозвучит моя слава. И вот, смотрите, какая, с одной стороны, трагическая, с другой стороны, победная песня. Вот Давид уже прожил большую часть своей жизни, уже почти всего добился, да. И тем не менее, и тем не менее, вот здесь гораздо больше трагизма, чем в предыдущем 58-м псалме, где еще ничего этого не было, где еще ничего не достигнуто, никакие победы, ну, кроме одной над Голиафом, не одержаны. Но есть вот эта такая свежесть юности, устремленность в будущее. А здесь такая усталость от этих бесконечных войн. Напомню, что Давиду как раз Господь через пророка Нафана сказал, что не тебе строит мне храм, ты, как там буквально сказано, муж кровей, то есть ты человек, проливший много крови. Вот здесь он уже от этой крови устал. А в предыдущем-то псалме совсем было не так. И в предыдущих нескольких, да, там как раз об этой победе довольно подробно говорится. Вот закончились 50-е псалмы, но, конечно, это не магия чисел 59-й, а дальше в 60-х пойдет немножечко другая тема. Вот разделались с войнами. И очень характерно, что эта военная часть, она, ну, не то, что она закончилась навсегда, но, по крайней мере, дальше уже не про войну в первую очередь, и что она заканчивается вот таким усталым псалмом, я бы сказал, да, псалмом, который далек от триумфализма, в отличие от того, что часто бывает в нашей жизни.